друзья всем огромный привет еще не рассеялся как говорится дух поединка после нашего фото батла и я по горячим следам как и обещал сделал видео по обработке своего снимка который участвовал в битве фотографов и предлагаю вашему вниманию свой вариант обработки ну что тут еще добавить наверное поехали и так выбираем профиль коррекции я останавливаюсь на адоп пейзаж цветовая гамма этого профиля мне кажется наиболее ярко передает настроение кадра далее идем в базовые настройки в мобильном lightroom называется свет немного убавлю экспозицию полностью света уведу влево таким образом уберу лишнюю светимость белых пикселей вытащу информацию в тенях не допуская при этом чтобы картинка стала плоской добавлю немного текстуры плюс 33 и совсем щепотку четкости плюс 5 насыщенность убавлю а сочность прибавлю таким образом я повышаю насыщенность изображения именно в средних светотеневых участках снимка небо тучи и песок море двигаемся дальше и в кривой rgb я поработаю с контрастом изображения слегка опущу вниз точку белого чтобы добиться минимум свечения в белых пикселях а точку черного немного подниму чтобы сделать помягче самые темные тени на снимке также поработаю немного со средними участками смотрим при этом не на кривую она светотеневой рисунок затем переходим в панель и чисел на телефоне называется цвет двигая ползунки насыщенности каждого цвета влево вправо и ищем какой где цвет находится и находится ли вообще затем если этот свет невыраженный прибавляем насыщенность переходим в тональность и двигая ползунки также влево и вправо выбираем цвет исходя из ваших предпочтений разумеется и или знаний и опыта работы с цветовым кругом но при этом вы должны понимать что цвета в пейзаже должны сохранять свою естественность это все-таки не гордо где можно навертеть все что угодно здесь основные цвета у меня оранжевый желтый и синий других почти нет вот я и работаю с этими цветами для того чтобы сделать их более приятнее глазу на свой вкус конечно в панели яркость я сделаю немного темнее небо чтобы придать ему выразительности и сделать больше светлых акцентов на облаках дальше я уберу хроматические операции в панели коррекции объектива а так как объектив на которой сделан этот снимок с ручным управлением это фишай сам янг то камера его не определяют поэтому смысла в кнопке профиль коррекции отсутствует далее двигаемся дальше в панель калибровка на телефонах такой панели к сожалению нет а это очень сильный инструмент по управлению цветом немного потаскав ползунки я слегка сдвину ползунок в синем канале влево это желтым и оранжевым цветам придает более насыщенный и слегка красноватый оттенок если же конечно же этим ползунком не злоупотреблять все должно быть в меру пока мы находимся внизу в панели корректировки я сразу поработаю с резкостью чтобы суда больше не возвращаться повышу резкость и пониже шумы как в яркостной составляющей так и в цветовой далее я уберу мусор с пляжа меня он просто уже немного начал раздражать и мешает дальше работать светом но тут все очень просто выбираем кисть удаления пятен lightroom вам предлагает клонировать с определенного места если автоматическое решение вас не устраивает сами вручную выбираете область которую нужно скопировать и она закрывает тем самым лишний мусор или ненужные объекты в кадре если вашим мобильным lightroom такой функции нет решение есть моем в telegram канале заглядывайте туда и ваш lightroom сможет работать и с удалением мусора теперь самое сложное и креативное это цветные каналы в тоновой кривой первым делом я в каждом канале красным зеленым и синим выставлю с образные кривые таким образом я повышают цветовой контраст усиливая все цвета на снимке после этого достаточно сильно повышается контраст и его нужно вернуть в привычные глазу рамки я это делаю несколькими инструментами понижаю точку белого увожу влево точку черного двигаю вправо это не всегда бывает достаточно поэтому можно общий контраст также немного убавить обычно вы делаете все наоборот но не забывайте что мы сейчас устраняем побочное действие кривой оставляя только эффективную часть воздействия кривых именно на цвет ну можно немного в данном случае убавить насыщенность идем далее цвет песка не оставляет меня в покое я никак не подберу нужный поэтому подвигаю еще ползунки тональности и насыщенности желтого и оранжевых цветов ну и заодно поправлю немного цвет неба а сейчас мы перейдем с вами в раздельное тонирование и усилим эффект я сделаю желто-оранжевые цвета и холодные синеватые тени теперь мне не очень нравится что тени стали светлее за счет того что я залил их немного синим цветом и я немного сделаю их темнее в базовых настройках на воде я заметил некрасивые пятна зеленого и aqua они смотрятся рвано и не к месту надо прижать их в панели и чисел и когда увеличил картинку я увидел что в темных участках слишком светло надо убавить точку черного чтобы картинка не была такой плоской теперь наша картинка выглядит как заготовка для более тщательного тонирования оттенков кривыми и мы снова переходим с вами в кривую в тоновую кривую придавая основным цветам нашего изображения тональность за счет кривых я начинаю с красного канала добавляя дополнительные точки которые отвечают за различные области света теневого рисунка от самых темных до средних и самых светлых и таким образом перехожу из канала в канал периодически поправляю контраст базовых настройках и цвет в панели чисел и постепенно тонирую картинку в нужный мне цвет это процесс долгий творческий и это все очень субъективно и тяжело передать словами но в своих видео я уже много уделял внимание обработки кривыми поэтому сейчас мы на этом подробно останавливаться не будем а ссылочки на видео по работе с тоновыми кривыми я размещу внизу под этим роликом не забываем также при необходимость поработать дополнительно из кривой rgb далее я возьму корректирующую кисть и осветлю пену на волнах просто увеличив экспозицию и прижав немного насыщенность еще раз напоминаю что решение по дополнительным функциям мобильного lightroom находится в моем telegram канале на солнце у меня есть блик я его хочу немного усилить создав дополнительные лучи за счет градиентного фильтра который просто покрашу немного желто оранжевый цвет и повышу экспозицию теперь я добавлю градиентный фильтр на песок сделаю его немного темнее и слегка повышу текстуру и последний штрих поправлю баланс белого насыщенность контраст итак друзья обработку я закончил снимок готов смотрим было и стала сохраняем настройки в пресет который я назову крит и присвою ему номер один и поставлю его первым к пяти дополнительным вариациям которые у меня до этого уже были давайте посмотрим как работают все эти пресеты каждый пресет имеет свое настроение и найдет как говорится своего почитателя вы можете повторить настройки за мной а можете в обмен на скромный донат на развитие канала в размере всего лишь 99 рублей получить ссылку на этот набор пресетов который также будет доступен и спонсором ссылки по которым можно скинуть донат на развитие канала находится под видео но я немного доработаю фотографию фотошопе из тех методика которых говорил не раз своих видео по обработке фотографий фотошопе если вас интересует обработка именно фотошоп под видео будет ссылка на плейлист где я более подробно рассказываю о своих методах обработки именно в adobe photoshop она на друзья все если впервые на моем канале не забудьте подписаться нажать колокольчик чтобы не пропускать новые полезные видео заглядывайте в телеграм-канал там вас ждут подарки и теплое общение с теми кто не может жить без фотографии как и всем и творческих высот вам друзья всем пока и до новых встреч